Я занимаюсь в пятый год. Мне очень нравится художественная гимнастика, потому что это очень интересный вид спорта. Я занимаюсь уже восьмой год, и гимнастика – самый лучший вид спорта, потому что можно показывать сразу же и акробатику, и танцы, и хореографию. В команде тренера по художественной гимнастике детско-юношеской спортивной школы Щелковского района Натальи Раскосовой подрастают настоящие чемпионки. Характер, харизма и, конечно, любовь к, пожалуй, самому красивому виду спорта – художественной гимнастики. Художественная гимнастика по праву является самым зрелищным и грациозным видом спорта. Сегодня в войска Подмосковья проходит турнир по художественной гимнастике. За моей спиной девочки готовятся к выступлению. С каждым годом этот спорт становится все более и более зрелищным за счет усложненных элементов, но немаловажная составляющая – это творческая подача номера. В открытом первенстве спортивной школы Щелковского района, которая прошла в войска Подмосковья, приняли участие около ста гимнасток. Некоторые приехали из городов Московской области, чтобы продемонстрировать свои достижения и, конечно, занять достойное место на пьедестале. Уровень нашей команды хороший. И не зря награждение проводила выпускница нашей школы, мастер спорта международного класса Калабина Анастасия, чемпионка Европы. Надеемся, что будут хорошо тренироваться в стенах этого прекрасного сооружения спортивного и будут добиваться результатов близких к успехам Насти Калабиной. Анастасия Калабина, ученица Натальи Раскосовой, в 15 лет выиграла чемпионат Европы и сразу же получила звание мастера спорта международного класса. Это настоящий пример для тех девочек, которые сегодня делают первые шаги, осваивают базовые элементы в художественной гимнастике. Настя приехала поддержать родную команду. Я рада, что я побывала на этих соревнованиях, увидела подрастающее поколение. Желаю, чтобы они приносили большие успехи в нашей школе. Насколько успешно для гимнасток проходят тренировки, во многом показывают турниры и состязания, на которых спортсменки должны максимально, как говорится, выложиться. У нас оценивается, если девочки выступают без предмета, то это оценивается исполнение упражнения, элементы. Девочка должна тянуть ручки, ножки, улыбаться, двигаться по площадке. Если с предметом, то тут более сложно. Они показывают свое мастерство владения предметом, показывают риски, высокие броски. Что нужно? Хороший гимнастик. Хорошо тренироваться. Тянуть ножки, коленки. Холосо тянуться, улыбаться. Тянулись, улыбались и, конечно, побеждали. Наши девочки заняли несколько первых мест в разных возрастных категориях. Так что команду Щелковского района в новом году ждет явный успех.